А вы для того и стоите рядом. Вы все время ищете гнилые тряпки, затыкать дыры, которые прожили у человека. Прожили сколько? Там пролито, путь пролито, каждый день только щашки к длине откладывают. Смотрите, подкротните, под единицей лежит короткая. Переколотили всю посуду. Гегиены какие-то ищут. Кошка, самое гегеничное животное. Она учит нас. Ты посмотри, сколько она зализывает, состоит. Кошка спит с человеком, на больное место заходит, ложится, уже сколько про нее пишут. Крещеные животные, мегички. Я сегодня стихопарение поставил. Тихо. Ленинград, когда в блокаде был, ну убери этот бень, ложка торчит. Ты обязательно опрокинешь эту капусту вашу, никому не нужна будет. Вот как со мной было, ходят. Я говорил, закрась стола, чтобы ничего не заходило нигде. Где-то если ее поварешь, она обязательно должна вот здесь торчать. Я для этого сказал, что? Сколько лет? Научил, нести научил. А почему? Остарая природа. Поставь рядом, вот сюда. Почему тебе туда остались? Тут бухать не расставляешь. Рядом поняла, сразу сейчас под... А ты будешь туда таскать, и он все время лень будешь. Выйдут замуж, а какая была, такая осталась. Ничего не научилось. Вы приглядываете к жизни, главное-то жизнь. Нашли сегодня, не гигиеничная кошка здесь находишься. Я не слыхал такого. А то уж совсем надо где-то плавать, не на земле. Кошка самое гигиеничное животное, запомни это. Она все завиздывает, все себя так и любит. Но язык у нее не целебный. Целебный язык у собаки. Если язва не заживает, сметаной мажет, дают собаке, лижет. Все лекарство. И говорит, заживет, как на собаке, поговорка говорит. Не на кошке. Господи, благослови нас. И дары, посылаемые тобою, освети словом истинной молитвы. Кроме тебя нет иного Бога, к тебе прибегаем. Хвала тебе, слава, счастья, поклонения. Прости мои согрешения и помилуй нас. Милости твои не решай, наследие твое. Весь день добудет благословен. Хвала тебе, отецственный святой дух. Аминь. Так, Сергей где? Сергея нет. Где ребята? Они до этого часа уже не вернулись вовремя. Я должен отвечать. Сказал, до полчаса, чтобы были здесь. До пол уже пошло совсем. Время еще 20 минут. 20 минут еще. Восьмого. Это 20 минут восьмого? Да. Теперь смотри. Надо все обдумать. Нам идти туда 3 километра. Каждый год мы туда ходим пешком. Разуваемся. Не гигиенища? Вы посмотрите схему подошвы, когда я ее рисую. Две ноги. Не отвлекайтесь. Любящие гигиену. Ходите босиком. И вот когда бывает дождь пройдет, а коровы пройдут, а потом засохнет. А такие-то. Там наступить невозможно. Я вот смотрю, просто ходит. И разницы никакой нет. Камни вот эти насыпанные. Это здоровый человек. У человека показывают, это конкурное лечение. Большой палец касается глаза. Рядом второй палец. От него идет на сердце. Третий на легкие. А как узнать? Знать не надо, ходи босиком. Потому что ты на разные места наступаешь, давишь. Вот бывает сейчас леща такой неострый. И врач давит определенные места. А тут еще не надо, просто ходи босиком. Наша мать всегда ходила босиком. И мы, мать твоя, не видели, чтобы она болела. Ни одного дня не видели. Понимаете? А вы все гигиена, температура, давление. Столько глупостей, и ваше жизнь превращается в какое-то подхожее место. Зачем? Все время скучное лицо. Ты не можешь его сделать радостным и веселым. Это изнутри. Когда глупости какие-то, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я показываю дорогу, едем в автобусе. Едет нас автобус, милиция дала. Милиция не давала всегда. Управление главное. Показываю голубя, какой породы. Язык на бок, все. Ну вот я держу голубя, а голубь это птица. Голубь это не животное. И оно управляется часто. А почему? Оно освобождается, ему летать надо. Ответ один. И в это время, какнул голубь в голубь. Как все сразу глаза открыли, ха-ха-ха. Это дети. Как один. Не порода, не люди, которые вывели такую красоту. Это их не касается. Но вот как нуль, тут понятно. У него две извилины. Жрать и... Все. На этом кончилось. Они еще не интересуются. Едем мимо аэродрома. Уткнулись. Я говорю, посмотрите, вертолеты поднимаются как. Едем мимо аэродрома. Вы же не каждый день видите. Сейчас за деревьями скроются. Вот как придурки какие-то. Самолет взлетел. Там вот деревья видно. Вертолетов уже не видно. Они на стоянке. Можно посмотреть. Еще не знают. Как Елизаров говорит. Его поздно пустили в школу. Елизаров. Кто он такой? Вы же ничего не знаете. Живете в чуждом мире. Это человек, который двинул медицину. Говорит, на сто лет вперед. Как сращивать кости быстрее? Он мог хромой, который на одну ногу никто не мог. Мог на 20 сантиметров кости нарастить человеку. Его спрашивают, а сколько спите? Три часа. Кто из нас три часа будет спать? А спать хочется? Хочется. Но, говорит, когда я сильный, говорит. Значит, днем я профессор, преподаю Курган. Город Курган. А ночью, я, говорит, вытачиваю на станке, которые растяжки, которые ноги делают. Нога постепенно подтягивает, подтягивает. А там костная ткань заполняет где-то. А когда в школу пошел, Владимир все смеялись. Он здоровый, билда, сидит. А ученики первого класса. Учитель задает вопрос. Скажите, Елизаров, вот один килограмм ваты и один килограмм железа. Что больше весит? Все кричат. Железо, железо. Ну, если по килограмму разницы нету. Говорит, железо. Но уже, говорит, через месяц перестали смеяться. Он за год прошел три класса. Все. Он их оставил всех позади. Дальше. Меня интересовало, как поезд не сходит. И когда, с рельса, на вокзал когда пришли, я, говорит, первым делом побежал к поезду. Посмотрел, у поезда, у колеса, бровка. Я подумал, так просто, я не знал. Он себя начал укорять. Двигают науку и все. Те люди, которые не согласились. Люди говорят, это невозможно сделать. А они этого не знали, что невозможно. И стали делать, и получилось. А мы засыпались. Невозможно. Гигиена. Сырую воду пить нельзя. Я перед вами живой. Повторяю. Сырой воды, как я выпил, этого, может быть, в зимом шаре никого нет. А почему? Мы в поездке. В Владивосток, Тихий океан, до Лиссабона. Прибалтика вся и Скандинавия. И везде пили сырую воду. Такое, наверное, как кофе было. Там за нами шли, кричали, не пейте, вода тут такая. Почему? Мы каждое утро пьем святую воду. Так стоять прямо, не облокачиваться. Не надо это делать. Я вам говорю, что зараза в человеке. В человеке, не в окрестности только. В лесу радостно не бывает у человека, который недоволен тем, что он делает. Я вот сегодня посмотрел, как работает. Ты руки помыл? С собакой был. Руки мыть надо. Хуже всех работает кто у нас. Ну, сами-то себя решите, кто меньше всего делает. И все это, ходит зря. Ну, плохо работает. Ну, себе оценку дайте. Не один. Почему должна просит называть, кто хуже всех поливал? Вот настолько вот пропитана. Надо до корней, чтобы дошла. Она засохла. Поливали-то плохо. Кто работал хуже всех? Себя поставь. И вот смотрите, я вам говорю. Пришла корреспондентка. Ей в тюрьме разрешили встречаться с заключенными. И она говорит. Можно с вами пройти по камере, где вы ходите? Она говорит. Ну, можно. С охраной тут только. Теперь. Как вы считаете, кто самый преступник в тюрьме сидит? А 3700 человек. Ну, вот тут недавно один был. Убил мать и сестру. Зарезал. Его вызвали. Она с ним говорит. Ну, поговорила, когда говорят. А вы знаете, что вас считает, что вы самый преступник? Я? Я одну сестру убил. А у нас тут один, говорит, трех убил. Я, говорит, с ним познакомилась. Познакомилась. И потом сказала в конце. Вот вас считают. Я? Да вот у нас есть один. Он убил отца, мать. И жилу беременную зарезал. Правда, действительно. Я, говорит, следующее. И так и не могла найти. Я грешник. Самый великий, Павел, говорит, недостоин. Вот на этом все и зациклено. Я добился разрешения с Масичем Андреем встретиться. А кто такой Масич? Убийца серийный. Его посадили с одним там тоже. Он сидит. И тот им говорит. Вот этот человек-то, который студент был. Он только спросил дорогу. Ну, нас видел. Мы шли с преступлением. Ну, и что? Я вернулся, когда все пошли. Я все равно зарезал его. Значит, это зря ты его. Студенты. Вот это зря ты это сделал. Стоило ему жизни. Он ночью его задушил, этого сокамерника. У него наточена шариковая ручка. Это где там выходит. Паста. Ей вскрыл грудную клетку. Вытащил сердце, печень. В кружке все сварил и съел. И с ним работал Севастя, наш брат. Он самый большой преступник нет. И вот отец Геннадий говорит. Я исповедую. Человек. Говорит. Ты согласен? Да, согласен, батюшка. Вот это, вот другое. Ну, надо же работать. Ой, батюшка, я как пчелка с утра до вечера. Ни одну, говорит, не нашел, который сказал бы, да, я ленивое детей не учила. Язык на бок. Подзевает, стоит он сюда, рот вот так вот. И даже руку, ну, рука-то в кармане у него поднимает. Ой, ой, ой. У меня одна женщина, ну, раза больше места, и говорит. Подумала, есть охота. А потом подумала, да, вставать надо от компьютера. Идти дверь на кухню открывать. А потом дверь в холодильнике. Да пропади пропадом, не пойду. Это столько же работы. А потом рот раздевать, да еще сжимать надо пищу. А потом еще глотать. Нет, не пойду лучше. Все время некоторые уучные. Ты полюби то, что тебе дается. Полюби ту обстановку, в которой ты есть. Вот этот парень, он все время отмахивается. Непрерывно работать не может любой. Он богатырь. Но каждая мошка его делает вот таким. Он сразу упаковывает. Он мошки боится, как огня. Ну, не надо. Рука, перчатки грязные, он непрерывно. Держи бребешка, тяни пилу. Он не может от этого отойти. Че, мама? Это уже заложила в него. В него японского канзю нету. Национальный культ Японии. Никогда не стонать. Никогда не показывай, что тебе больно. Приехал советский корреспондент в Афганистане. А там врачи международной помощи. И сидят ранен. У него плечо пуля попала. Разбожженная. И он сидит, морщится. Но виду старается не подать. Гниет. Только зашел и вышел. Говорит, а что? Сказали врач. Говорит, а там женщина. Ну и что? Ну. Ну она же убит, как я морщил. Да разве можно, чтобы женщина видела, как мужчина морщится? Вот как люди живут. И он вышел и ждет, когда хирург будет после обеда. Мужчина. Поняла? Если у нас в стоматологическом, так она его дома улещет. Она ему губы сгнорила конфетами. Ты виновата. Бабка виновата. За карамельку убили его. Убили. Вон. Он не отдал, его убил. Ему пять лет, а тому тринадцать. Он его убил. Читали статью. В газете. Что дальше? А дальше слезы. И мать стоит, плащет. А здесь так. Она сзади кресла склонилась. Только к нему смотрит. Саке. А где твое конзер? Не больно. Конзер со мной. Все. У нас было так. Идут здесь около батюшки и вниз. Босиком за ягодами. И вот так вот идут некоторые. Ну как я. Примерно. Вот так вот ходят. Ковыляют. Ах, афрося. Она шагает. А камни-то ей тоже ногу. А ей даже ножи нету. Залезли наверх около батюшки. Так, ребята. Вы сейчас пришли некоторые вот так вот. Да камни там. Конзер где? Помните у нас в прошлом году, кажется, девочка там была. Конзер. И она пошла, тогда нигде не морщится. Топает по этим. А ногу-то она не распорит. Она не такая у вас, рая-то, вершинка камня. Поняла? Больше всего гигиеница Прибалтика и Скандинавия. А там решили сравнить, где больше на Скандинавии. Взяли Финляндию, а здесь Эстонию. Самые гигиеничные. И оказалось, еще гигиеничные. Там, в Скандинавии. Процент. На столько же процентов больше болеет детей. Собаку когда моют, шампунь и кто-другой. Это больная собака. Это больная, ненормальная. Вот, все время шампунь и и то-другое. Это уже все доказано, не знаю как. Почему? У нее есть защитный слой. Вот я пойду, у нас тогда все время из города везут в воду. Из города в воду. А почему соли? Соли здесь не нужны. А они как раз те, которые для местных жителей. Нам не ананасы надо жевать, а морковку со свеклой. Крапиву жевать. Вот люди работают на севере, денег нахватал. Ну теперь все, на курорт. Поехал на курорт, город не прожил, помер. Сложеницын пишет. Какие трудности в ГУЛАГе терпели? Ты но, другие. А так сказать нельзя. Вернулся домой, полтора года сгорел. А почему? Идеальные условия. Блины. Женщину ухаживает за ним. Не он. Поняла? В Англии пытались одну женщину садить. Пять мужей погубила. А как погубила? Кормила. У них ожирение сердца умирает. Имущество ее. Следующее. Давай сюда, Дмитрий. Давай, Виталий. Она тебя раскормит. И ты все эти пуговки отлетать будут. Все кончилось. Она любовью удушила их всех. А если бы такой встретился, то такой, знаешь, Мария, давай, пошли на работу. Глупостями не занимайся. Пятерых мужиков на то, что я это отправил через рот. Садимся за стол. Мы проходим уроки. Продолжение следует. Другой момент. Другой момент. Теперь должны поставить. Мы приехали в испорченном виде. На земле я должен следить. Как близко ставить, ну сколько раз говорю, подальше. Так, быстро! Возьмите! Господи, искусствуй Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь! Громко говорите. Я с четырех часов за конфетером. Вот тут можно пройти, иди сюда. Здесь пройти.